Москва, Самара и Копенгаген. Что же между ними общего? Здравствуйте! Вы смотрите программу Город С. С вами Марьяна Мирная. В гостях у меня сегодня российско-датский проект и его представители Алексея Киманский, Аллы Зориной, Татьяны Дербенева-Якобсен. Здравствуйте еще раз! Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, давайте сейчас впущу в курс дела наших телезрителей. Это спектакль «Старомодная комедия». И кому пришла в голову идея создать его совместно? Ну, если позволите, начну я. Дело в том, что я являюсь художественным руководителем Датско-российского театра «Диалог». Театр создан в 2000 году, то есть нам уже вот-вот будет 16 лет. И надо сказать, что мы часто делаем проекты именно с Россией. И так случилось, что в одном из проектов я познакомилась с режиссером Аллой Валентиной Зориной. И так получилось, что у нас был удачный спектакль. Мы играли спектакль по пьесе Андрея Зинчука «Мартышка». Спектакль имел успех у зрителей. Мы его и возили, и завершили наш спектакль, потому что его долго играть, конечно, было довольно сложно организовать. Но, тем не менее, мы сыграли его в последний раз в Петербурге, именно в том доме, где и происходили события, написанные в этой пьесе. И с той поры так получилось, что Аллу Валентину Зорину, мы так ее называем ангелом-хранителем Датско-российского театра «Диалог». И с ней, в общем, действительно удивительно интересно работать как с режиссером, как с человеком, удивительно тонко мыслящим театрально. И поэтому вот этот проект родился не случайно, потому что пьесу, которую Алла Валентина, видимо, предложила нам, сейчас Алла Валентина расскажет, вот имеет такой вот уже теперь судьбу. Теперь мы приехали к вам на три спектакля. Здорово. Алла Валентина, как все-таки решили, что именно старомодную комедию нужно брать? И брать на кого? Потому что это же большой, важный момент, что... Ну да, на самом деле, мне тоже очень интересно работать с Татьяной, она абсолютно профессионал. И у нее за плечами многолетняя работа в одном из известнейших московских и российских театров «Ленком». Действительно очень интересно. И перед нами стала дилемма, что будет дальше, какая работа следующая. И я подумала, что Татьяна сумеет играть эту роль. Я вообще люблю пьесы Арбузова. Они гуманные, они не политические, они о людях, о чувствах. Как раз то, что сейчас нужно, да? Совершенно верно. Совершенно верно. Вот. И поэтому дальше искали исполнителя. Вот. Алексея я видела в нескольких работах, мы давно были с ним знакомы, как с режиссером, директором фестиваля международного. Но я увидела его в двух работах и поняла, что он вполне может к нам присоединиться. Он присоединился. Вот так и родился этот проект. Алексей, как вам с дамами работать? Прекрасно. С дамами всегда хорошо работать. А с такими, так вдвойне. Такой подобный проект, когда вам предложили поучаствовать, сразу ли откликнулись, или еще думали, сомневались? Ну, конечно же, когда я еще был юношей, я видел спектакль «Старомодная комедия» в исполнении Веры Александровны Ершовой с Лазаревым и Бибе Боголюбова. Конечно, я знал, что это за пьеса. Она мне дорога, мне было интересно. Но когда Алла Валентина озвучила, так сказать, свои намерения, я как-то сначала не очень поверил в все-таки расстояния громадные. Вот. Думал, ну да, в принципе, может быть. Но в душе-то я как-то очень скептически относился к этому. Но потом вдруг как-то вот с легкой руки Аллы Валентины и Татьяны мы в прошлом году, в конце лета, в начале лета, поехали в Копенгаген, провели начальные репетиции, потом встретились еще раз, и состоялась премьера. И с тех пор спектакль живет, показывался и не только в Дании, и в России, но уже и в Германии, и в Финляндии. И мы очень рады этому. Потрясающе. Хотела как раз вот про расстояние уточнить. Действительно безумные километры, тысячи километров и Самары, и Москва, и Дания. И как же вы все-таки друг друга обнаружили и нашли, и объединились? Потому что такие форматы преодолевать, наверное, все-таки трудно, но возможно, да? Конечно, возможно. Дело в том, что я говорила вам в начале нашей встречи, что у нас театр называется датско-российский, то есть мы должны учитывать и датскую публику все-таки, чтобы о нас знали, и российского зрителя, то есть русскоязычного зрителя. И поэтому наш спектакль сейчас шествует вот для русскоязычной публики в Европе. Но вот Алла Валентиновна, которая изначально предложила эту пьесу, она удивительно как-то вдохновила этой работой. И спектакль, мы же работаем очень коротко, у нас нет времени соединяться надолго, и поэтому мы довольно мобильно выпустили спектакль. И сыграли вот премьерные спектакли, а потом мы ездили в город, который в Дании тоже, который достаточно большой, то есть второй по величине город Дании. Потом ездили на фестивали, мы были, праздновали когда наш юбилей театральный, а потом поехали, нам исполнялось там 15 лет в прошлом году, а потом поехали в Берлин, где мы тоже сыграли в русском театре, там есть русский театр. И поэтому так вот шествуем пока вот и по Европе, и в России. Мы сыграли в городе Смоленске в камерном театре, замечательный город, и прекрасно нас приняли там. Откуда вы получаете эти приглашения? Потому что здесь я знаю, что наш союз театральных деятелей, да, и как раз Алла Валентиновна тоже является представителем СТД России, да, и тут не последнюю роль все-таки и наше самарское отделение СТД сыграло, вас пригласили, да, на эту площадку. Как вы получаете эти приглашения, да, и смотрите уже, к кому ехать, а к кому нужно ехать? Видите, Марьяна, есть старые друзья. Мы очень давно знакомы с Тамарой Яковлевой. Воробьёвой Тамаре Яковлевой. Да, поэтому действительно очень уже много лет, и Тамара Яковлева приезжала в Копенгаген с замечательными спектаклями, которые привозила сама с актерами самарскими, и поэтому Алла Валентина, работая в СТД, тоже очень большие контакты театральные. И вот так получается, что какой-то вот круг складывается людей, которые в нас заинтересованы, поэтому мы так стараемся ездить. Но ведь в Европе нет такого, да, представительства, вот, как союз театральных деятелей, или я ошибаюсь, или там тоже какая-то структура такая есть, где все актеры каким-то образом взаимодействуют друг с другом и могут иметь вот такие точки. Там тоже есть союз. Он называется, я скажу по-датски, Скойшпелефобум, то есть актерский союз, в котором я являюсь членом актерского союза Дании, потому что наш театр зарегистрирован как профессиональный. И поэтому Алла Валентина, как профессиональный режиссер, приехала в Датско-российский театр ставить спектакль. Интересно очень еще, вот вы говорите, что и на датском играете, и на русском играете. А к нам что-то датское может попасть, может быть, для интересующихся, или вот какие-то спектакли, которые и на датском, и на русском, то есть один и тот же спектакль, вот он может выглядеть и так, и так? Вы знаете, наверное, это сложно организовать, но это можно об этом думать. Дело в том, что пока была мечта и вообще функция моего театра, это такой гостик между Данией и Россией. Мне бы очень хотелось этого, потому что и в Дании есть интересные актеры, которые можно пригласить для какого-то совместного спектакля, например. Но дело в том, что это достаточно сложно экономически, как вы понимаете, организовать. Хотя это, по-моему, очень интересно. Но работая все-таки в русской культуре и зная, что русский театр имеет очень интересные свои традиции, мы пытаемся наши традиции и датчанам как-то немножечко хотя бы приоткрыть для них. И мы играем, например, в Чехово играли спектакль такой для датчан специально, репетировали для датчан, потому что мы играли в Чехово-Податске именно со студии театра, потому что студия молодежного театра, которые выросли в Дании, это часто двуязычные семьи, где русская мама, например, где сохранили хорошо русский язык, и тем не менее дети спокойно, естественно говоря, свободно по-датски, и мы играли по-датски Чехово. Слушайте, как интересно. А еще хочется спросить, когда репетируешь в своем родном театре, допустим, или как-то на своей территории, ну какая-то одна, наверное, атмосфера. Вот к Алексею и Кали вопрос, как репетируется там вот за бугром, какие-то, может быть, там есть особенности, потому что, ну у нас чаще всего, ну раньше там в 10-11 утра они начинаются репетиции, да, в России так принято, в русском театре. Как там, какие там какие-то порядки, может быть, и правила, к которым приходилось приспосабливаться? Ну, вы знаете, я так думаю, что вообще никаких отличий нету, мы или работаем, или не работаем. Поскольку мы приезжаем на очень короткий срок, то нам нужно уложиться вовремя, поэтому мы работаем с утра до вечера. Иногда даже так случается, я думаю, боже мой, я сегодня даже на улицу не вышла. Вот. Поэтому, да, и в этом, может быть, есть прелесть, потому что процесс такой живой, локальный, очень быстро все это происходит. Вот. А потом уже в процессе что-то дорабатывается, мы обязательно разбираем, как мы сыграли спектакль сегодня, что еще нужно сделать и так далее. Вот. Я, знаете, хотела бы еще сказать о том, что вот русский театр, профессиональные они, или любительские, которые живут за рубежом, вот русскоязычные, да, у них ведь основная миссия тоже, так сказать, не жить там, вот, как говорит Татьяна, хочется, чтобы и представители той национальности, где ты живешь, чтобы не изолироваться от них, да, но все-таки основная миссия вот таких русских театров очень много ведь сейчас есть в различных странах, и Союз театральных деятелей старается их поддерживать, потому что их основное такое призвание – это сохранение русского языка, сохранение традиций психологического русского театра, который очень богат все-таки, и таким театрам есть что сказать. Мало того, в последнее время проводится очень много фестивалей различных русскоязычных театров зарубежья. Да, фестивалей много, вот вы тоже сказали, что посетили какой-то фестиваль, расскажите поподробнее, что это был за фестиваль, как приняли, лауреатами, может быть, вы стали, или он не конкурсный был? Вы знаете, этот фестиваль был в таком городе замечательном, совершенно Ювязкуля, Финляндии, там тоже организовался такой большой энтузиасткой, таким профессиональным деятелем театра, ее зовут Кира Мерутенко, она организовала детский театр, потом к ним присоединились и взрослые, замечательная очень команда, и, понимаете, ведь театру жить в своем собственном соку, мире, это очень довольно сложно и неинтересно, поэтому хочется общаться, хочется приглашать, хочется делать спектакли. Конечно, денег очень мало, но, тем не менее, спектакль задался, он как бы был небольшой, но по атмосфере он был просто замечательный, и мы там были тоже как гости, там были представители Дании, Финляндии, Эстонии, и был театр из России, который играл там чеховские рассказы. Он был не конкурсный, и совершенно не надо. Ну так, по-другому, встретились, да, показали друг другу. Да, показали друг другу, и спектакли были разные, интересные, и мастер-класс был, и обозреватель журнала, известного в России, такой есть журнал «Театр», критикала Шендерова, она как бы вот разбирала потом спектакли, что-то говорила. Замечательный, замечательный фестиваль был. Слушайте, ну здорово. Да. Душевная, да, такая встреча? Очень. И полезная. Скажите еще, вот, Татьяна, наверное, к вам вопрос. Вы говорите, что в Дании тоже есть свои актеры, да, которым тоже нужно давать работу, их занимать. Вот в России у нас, допустим, в частности в Самаре, у нас есть несколько вузов, которые готовят актеров, и они всегда полностью каждый год набираются, эти курсы и так далее. Насколько в Дании датские молодые люди много их, которые хотят актерству себя посвятить, или вы их ищете по крупиночке, набираете? Ну, так же, как и везде, есть люди, которые озарены театром с детства или с юности, и там есть королевская профессиональная датская школа, в которой как раз работала моя подруга, я часто посещала там занятия ее, и надо сказать, что как раз вот элементы Станиславского школы и Михаила Чехова были внедрены как бы в ее программу, в ее методику, и они пользовались очень большим успехом. И надо сказать, что датские актеры есть удивительные, интересные театры. Я неоднократно бывала консультантом, когда они ставили, например, преступление, наказание, или там, кстати, Арбузова, вот этот наш спектакль был в Фольке театр, такой есть в Копенгагене. Я была консультантом, потому что я должна научить правильно говорить наши имена, например, актерам. И это для меня было тоже очень интересно, потому что я наблюдала за процессом датского театра. Это немножечко по-другому, но я согласна с Аллой Валентиной, что, в общем, актеры во всем мире живут где-то примерно вот на одном градусе, мне так кажется. На одной волне. Да. И потом еще очень, наверное, важный момент сказать, что все-таки пока нам очень повезло, что мы работаем в Российском центре науки и культуры в Копенгагене. То есть это наше пространство, это Россия фактически. И нас опекает дирекция Российского центра науки и культуры, то есть мы как бы защищены, понимаете. Слушай, ну это здорово. Это, конечно, очень здорово, потому что нас отпускают иногда все-таки сюда ездить, потому что я еще работаю референтом по культуре в Российском центре, то есть я делаю вот эти программы для датчан и для русских, и поэтому для меня очень важно вырываться с театром. Это тоже, в общем, моя такая, я считаю, даже какая-то очень важная функция моей жизни. Вот, к счастью, да, вырвались и к нам. Расскажите, как проходили спектакли, как вас принял зритель? Были ли встречи, может быть, какие-то ловили после спектакля с какими-то теплыми словами благодарности? Потому что самарский зритель очень благодарный и очень любит и своих, и не своих, и всех, и вообще всегда мы за. Ну, наверное, тут я скажу, потому что я сидела в зрительном зале. Ну, самарский зритель, он искушенный, потому что он все-таки театральный город, и тут и много фестивалей, и театральная школа, и известнейшие режиссеры, и так далее, и так далее. Но, тем не менее, принимали очень хорошо. Замечательный зритель, мне кажется, он такой грамотный, понимаете, не обыватель. Вот. Было очень приятно работать на этот зал, и принимали замечательно. А поэтому, ну, мы недаром приехали, значит. Алексей, а как принимали в Дании свои впечатления? Расскажите, потому что всегда интересно, как ты чувствуешь ли ты публику не свою, и как она чувствует тебя. Ну, я хочу сказать, что зритель, если он смотрит что-то настоящее, то, что его волнует, неважно, где он живет, в Дании, в Финляндии, в Германии, если он видит на сцене то, что его волнует, то, чему он сопереживает, естественно, он живо реагирует, и мы это, как актеры, тут же ощущаем, и нам хочется работать еще лучше, лучше, лучше и лучше. Вот. Поэтому, да, конечно, когда была, были первые, премьерные, а как, а что, хотя Татьяна там успокаивала, говорила, что все, зрители очень хорошие, но все равно это волнительно и необычно было, по крайней мере, для меня. Ну, а после спектакля, когда мы непосредственно общались с людьми, которые живут уже долгое время в Дании, когда они подходили, благодарили, жали руки, выражали благодарность, говорили о том, что они давно такого не видели, что им очень хочется, приезжайте еще, привозите новые спектакли, тогда сразу возникает мысль о том, что, несмотря на все эти сложности, расстояния, в какой-то мере, какие-то неудобства зачастую, вот, стоит жить и работать, вот, в театре. А как вы совмещаете, вы же являетесь действующим, да, актером в Самаре, вы служите в театре «Камерная сцена». Ну, я недавно стал действующим актером театра «Камерная сцена», вот, это буквально случилось в середине августа, до этого я очень долгое время, 23 года работал в славном городе Похвестнево, и там у меня был театр, театральное объединение, я был директором, художественным руководителем, мы проводили международный фестиваль, кстати, которым тоже показывали этот спектакль, вот, но, как говорится, надо идти вперед, и во многом благодаря вот нашей встрече с Татьяной, с Аллой Валентиной, очередной встрече, у меня возникло желание поработать в профессиональном театре, и сейчас я уже живу в Самаре, и, ну, пока удается, слава богу, на встречу идет и руководство театра «Камерная сцена», один из спектаклей прошел там, вот, и я думаю, что в этом, в моей работе в данном случае, я думаю, что заинтересованы все, и я, и театр, вот, поэтому я думаю, что такое, это реально, и думаю, это может иметь продолжение. Еще такой момент, хотелось бы объединить в одном спектакле и датских, и российских актеров, или, может быть, такое было уже, и как им вместе бы работать? Может быть, можно создать такой проект, чтобы, не знаю, на каком языке удобнее, может быть, даже на датском, и не на русском, вот, но чтобы и русские, и датские актеры встретились на сцене и попартнировали, мне кажется, это интересный был бы опыт, да? Вы знаете, такой опыт уже родился сначала у нашей студии, у нас есть очень талантливые ребята в студии театра, и они сделали, вот Алла Валентина даже видела этот маленький такой проект, называется «Немое кино». Угу, нашли выход. Да, там могут участвовать и датские, и русские актеры, это все под музыку, это очень выразительно, пластически интересно, то есть, наверное, вот и такая форма, она мне очень понравилась, я считаю, что это у нас Татьяна Илюковича, она очень одаренная, молодая, профессиональная, она как профессиональный молодой режиссер, и это сделала очень симпатично. Поэтому есть такая форма. Но вообще я об этом думала давно, и думаю, что мы что-нибудь обязательно сделаем, потому что есть датские актеры, которые заинтересованы в том, чтобы с нами сотрудничать. И по-русски научиться, хотя бы в спектакле говорить. Знаете, наверное, можно и по-русски, и по-английски, потому что английский, в общем-то, действительно, универсальный язык. Значит, какие-то есть и фразы, есть и небольшие какие-то роли, и даже если он сыграет иностранца, не будет говорить на очень ломаном русском языке, то, в общем, наверное, тоже поймут. Кто еще из самарских актеров, кто-то у вас уже принимал участие, кроме Алексея? Или вот Алексей первая ласточка такая? Нет, это первая ласточка в нашем театре. И, вы знаете, мы бесконечно рады вот этому союзу, потому что я лично, просто считаю, мне крупно повезло. Это когда Андрей Зинчук, Андрей Зинчук, когда сказал, чтобы я могла обратиться к Али Валентиновне с нашим первым спектаклем, и актриса, которую мы играли, Даша Молокова, она оленинградская актриса, петербургская, живет в Дании тоже достаточно давно. И когда я вышла из кабинета Аллы Валентиновны, я тут же позвонила Дашке, говорю, Дашенька, я чувствую сердцем, что мы спасены. Поэтому спектакль родился и предыдущий, и с Аллой Валентиновной спектаклей. С кем еще хочется посотрудничать? Потому что я так вот, я на вас смотрю, вы очень деятельный человек. Вот, Татьяна, у вас просто, вас, во-первых, не покидает Россия из души, да, непонятно, театр не покидает, не покидает Россия, и все так славно объединилось. Каких еще хочется проектов в форуме? Может быть, с кем хочется посотрудничать? Наверняка будете продолжать с Аллой Валентиновной сотрудничать. Да, какие-то вот есть уже общие наметки? Ангелов-хранителей никогда не оставлю. У нас уже очень много замыслов с Аллой Валентиной. Ну, у нас работала ГИТИС, под ЭГИМОС ставила спектакль, был большой такой проект, он назывался «Суд человеческий». Да, он из Литвы, его зовут ГИТИС. Понимаете, как для России это звучит символически просто. ГИТИС-ПОДЭГИМОС поставила у нас спектакль «Суд человеческий императрица Дагбор». Какая прелесть. Это был спектакль о Марии Федоровне, нашей императрице, матери нашего последнего императора Николая II. Спектакль жил не так, может быть, и долго, но, наверное, года четыре мы его возили. Мы даже играли по выходным дням в Театре Маяковского, потому что у нас такая получилась возможность финансовая, что мы могли ездить. Правительство Москвы тогда опекало нас. Это было очень, конечно, был период очень хороший. Вот смотрите, у вас, получается, несколько дней, да, вот дня четыре вы в Самаре, да, сейчас находитесь, и есть ли еще возможность или желание в ту же камерную сцену сходить, или еще в какие-то театры, присмотреть себе еще, может быть, каких-то актеров, которые в будущем, которых будете приглашать? Ну, я думаю, что мы очень сотрудничаем все-таки с Тамарой Яковлиной Воробьевой, и у нее очень меткий взгляд. То есть он Тамаре Яковлиной Воробьеву подбрасывает, да? Да, он тоже рекомендует, поэтому вот... Ну, знаете, я вклинюсь немножечко, я хочу сказать, что этот наш проект, которому я тоже очень благодарна, я очень его люблю, и вот у нас всего трое, там в Копенгагене нам еще помогает еще один замечательный человек, Елена Ланцова. Но у нас такая атмосфера творческая, замечательная совершенно. Мы и пошутим, и посмеемся, и поработаем, это так важно, понимать друг друга с полуслова. Но дело в том, что это, ну, не коммерческий проект, поэтому приглашать еще кого-то, понимаете, тоже надо очень сильно думать, потому что, ну, не коммерческий это проект. И в этом, наверное, наше счастье. Ну, может быть, в этом и прелесть, действительно. И в этом прелесть, понимаете? Потому что вот те русскоязычные театры, где мы уже побывали, русскоязычная публика, они, я имею в виду даже за рубежом, да, они так воспринимают этот спектакль, знаете, наверное, потому что, хотя мы знаем, мы после каждого спектакля делаем разборы, значит, они не обижаются на меня, но я иногда кого-то из них ругаю, они говорят, давай, давай побольше. Слушайте, мне кажется, что, по-моему, критичных отзывов не было, нет и не будет, да? Ну, не знаю. Все очень... Я спасибо вам огромное, что вы пришли, я желаю больших успехов творческих и спектаклю старомодной комедии, и театру российско-датскому, датско-российскому театру «Диалог». Я надеюсь, что мы не последний раз с вами видимся, спасибо огромное, что пришли. Со зрителем прощаюсь до следующей пятницы, проведите выходные с пользой и с удовольствием. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин